Девушки отдыхают Он отмечается 9 октября А животные тогда здесь при чем? Это животные-почтальоны, которые раньше помогали люди, заставляли им письма и посылки Кстати, я не договорила, в свое время были почтовые пчелы, дельфины и верблюды А кто помогает почтальонам в 21 веке, узнаем прямо сейчас У него одежда желтая и черная У него есть карманы, чтобы доставлять такие маленькие письма Это такой человек, который берет и пить по рисунку, посылке, передавляет в другой дом Это типа посылки, только маленькая и там есть записочка, а клыбка и рисунок Например, стих Любовь и Саша Это написала Соня Написать я могу, но что написать, я уже не знаю Это можно на два дня ждать Конвертик И отправляю на почту Надо куда-то нажать И еще куда-то, тогда оно приедет Это улица того, кому надо доставлять, как там Например, если вы хотите вызвать такси, просто говорите Чтобы не заблудиться, нужно А пожарному, чтобы, например, кот залез на дерево, и вы не можете его достать, тоже Ну-ка там, где вообще находится какое-то... Ну, либо почта, либо какое-то здание Табличка на доме, где или там 5, или там 6, и буквы какие-то Это там, где ты живешь Доставляют посылку из пункта А в пункт Б Приносят открытку от родных из другой страны Или свежую газету прямо в почтовый ящик Принимают и выдают самые разные платежи Все это делают они, работники почты О которых, кстати, мы знаем не так много И по случаю профессионального праздника Срочно это исправляем А выбрали мы не обычное, а единственное двухэтажное почтовое отделение в Витебске Здесь, наверное, и в два раза больше интересных фактов можно узнать Вот сейчас и проверим А начнем со знакомства с главными жителями этого почтового замка Или, как говорят взрослые, с начальником отделения связи Почему почтовое отделение двухэтажное? Основным залом является это первый этаж Зал почтовых отправлений Здесь у нас отправляются посылки Письменная корреспонденция Оформляется подписка также Выдача почтовых отправлений производится А второй этаж Это уже зал платежей Там можно оплатить что-нибудь Получить денежный перевод Или пенсию А это самое большое отделение в Витебске? Да, оно у нас укрупненное К нам присоединили два еще почтовых отделения Всего здесь работают почти 30 человек Для одного отделения связи это много А зачем на почте такие компьютеры? Этот компьютер, как вы говорите, называется электронная очередь Она у нас установлена как на первом этаже, так и на втором этаже Электронная очередь создана для того, чтобы сократить время ожидания клиентов Для того, чтобы обслужиться, всего лишь нужно нажать именно ту услугу, которая клиенту нужна И ожидать своего номера талона Управлять таким компьютером легко Главное правильно выбрать нужную операцию А их здесь очень много Здесь можно осуществлять почтовое отправление, как отправку, так и получение Покупать конверты, марки, какую-то почтовую тару Оформить подписку здесь также можно Оплатить платежи, другие разные услуги Можно принять перевод, можно получить перевод А что бы вы хотели? Отправить письмо Ну что для этого надо? Для того, чтобы отправить письмо, нужно выбрать функцию почтовое отправление Затем отправка почтовых отправлений Талон выбивается, и вот за номером вашего талончика ожидайте свою очередь Спасибо Пока голосовой помощник не скажет вам приятным голосом Клиент номер 675, кооператору 1 Ваня, подожди, нам же еще рано кооператору Чтобы отправить письмо, сначала нужно его правильно оформить Думаю, Татьяна Захаровна поможет нам разобраться и в этом ответственном деле А что нам надо, чтобы отправить письмо? Для этого нужно приобрести конверт, марочку для него Ну и, естественно, правильно заполнить адресование Для этого у нас есть почтовая лавка, где можно без очереди отправить письмо Давайте я вам покажу А пока мы с Соней ищем почтовую лавку, у вас есть пару минут Чтобы вместе с нашими коллегами смастерить необычную поздравительную открытку Для самых милых и добрых получателей в мире Настя, а кому бы ты отправила свое письмо? Я бы отправила письмо своей любимой классной руководительце Ирине Юрьевне И пожелала бы ей скорейшего выздоровления А еще можно отправить открытку тете или бабушке День матери – прекрасный повод Это точно! 14 октября – это как раз повод, чтобы поздравить своих родных Написать, как сильно мы их любим и сказать спасибо Золотые слова! А сделать нашу видеооткрытку для всех-всех мам еще лучше нам помогут горожане В школе мы часто рисовали портрет мамы Но получалось как-то не очень Поэтому сегодня мы будем творить с помощью слов Но есть одно условие Описание должно начинаться на первую букву имени наших любимых женщин Бабушек, теть или мам Солнечная, сентиментальная, сумасшедшая, периодами в хорошем плане Любящая, понятно, ласковая, какая еще? Лучшая? Не знаю Баятельная Баятельная Поражительная Моя мама зовут Наталья, поэтому это нежная, настоящая Можно сказать, что она нереальная Мама Лариса Васильевна Бобрик, я передаю тебе привет Каково быть мамой? Ну это тотальная забота, тотальная любовь 24 на 7 занятость Ну это меняет всегда жизнь на до и после Дети, это наши цветы, это наше будущее От них очень многое зависит Ну и от нас, конечно, как мы их воспитаем У меня даже внуки есть Внуки, это тоже радость двойная И какой же праздник без поздравлений? Дорогие мамы, эти теплые пожелания и слова благодарности Именно для вас Поздравляем всех с днем мам Желаем всем мамам здоровья и Хороших детей Поздравляем Все мамы, бабушки, тети, я вас поздравляю с тем прекраснейшим, наилучшим праздником Желаю, чтобы у вас все было всегда прекрасно Счастья, здоровья, любви и всего-всего наилучшего Вы самые лучшие, спасибо Чтобы жизнь ваша, мамочки, была наполнена благополучием, уважением Желаю им счастья личного и родительского И бабушкинского Когда человек становится матерью, ну а тем более бабушка, это уже двойная мама Вот, и получает такое чудо, да? Вот родить жизнь, родить чудо, это просто неимоверное счастье, мне кажется Пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети Мама – это самое первое слово в нашей судьбе Поэтому берегите ваших матерей и здоровья им крепкого и терпения И, конечно же, побольше бывайте дома А вы, детишки, в свою очередь берегите мам Потому что ближе, роднее у вас никого нет Видеооткрытку для любимых мам Доставить телевизор Там все понятно А вот для бумажного послания Нужна подходящая упаковка Поэтому первый в нашем почтовом списке – конверт Конверты бывают простые и первого класса Первый класс – это конверты, которые отправляются и доставляются в два раза быстрее, чем простые Можете положить первый класс как письменную корреспонденту, так и какое-то товарное вложение Шоколадку или какой-то блокнотик, тетрадочку И выбрать среди всех конвертов только один – честно вам говорю, очень непросто Вы только посмотрите, какая красота И цветы, и сказочные персонажи Но больше всего нам понравились вот эти забавные овощи А для чего нужны марки? Марка – это своего рода денежный знак, который оплачивается в прохождении вашего отправления Получается, когда человек покупает марку, он как бы платит за доставку письма в выбранное место Но марок в почтовой лавке еще больше, чем конвертов И выбрать ту самую задачу со звездочкой А можно отправить в другую страну с такой маркой? Конечно, можно, только для каждой страны своя марка Вот Белоруссия у нас – гульбочка Для России – международное отправление Волк Смотри, какой красивый Есть даже люди, которые коллекционируют такие марки Собирают их в своей стране Получают из других Даже обмениваются между собой Называются они филателлисты А кто придумывает рисунки к этим маркам? Придумывают люди И все рисунки приурочены к какому-нибудь празднику Создаются конкурсы, которые вы можете нарисовать, отправить Может понравиться ваши рисунки и сделают такие марки Так, Соня, предлагаю и нам поучаствовать в этом конкурсе Если есть смешные овощи для супа То почему не придумать веселые фрукты для детской программы «Компот»? Было бы просто волшебно Кстати, о волшебниках В почтовых замках они тоже есть Иначе откуда здесь появились сказочные марки Которые живут своей жизнью Двигаются и даже издают разные звуки Как, например, красавица-жар-птица в волшебном саду Рассматривать это все можно долго Но все-таки пора возвращаться в реальность Чтобы наше стильное овощное письмо дошло вовремя Самое главное правильно указать адрес получателя Который с нетерпением ждет письма И отправителя То есть наш Указать кому Фамилия, имя, отчество получателя Затем улицу указываем Почтовый индекс и город Адресные данные отправителя точно так же Прописываем вашу фамилию, имя, отчество Улица, дом, квартира, индекс и город Индекс – это уникальный номер Который есть у каждого почтового отделения Как у нас Номер мобильного телефона Эти несколько цифр Помогают среди тысячи почтовых отделений Найти нужное При сортировке На сортировочном участке Их обрабатывают специальные машины Если допущена ошибка То ваше письмо будет Немножко задерживаться И оно придет чуточку позже Итак, проверим От кого? От Сони и Вани Кому? Ведущим программы Компот Улица, дом, индекс Все на месте Теперь заклеиваем конверт И можно смело отправлять его В путешествие от одного почтового замка К другому Для этого в городах есть Специальные почтовые ящики Где каждый может доставить Правильно заполненное и оформленное письмо Да, все-таки какая важная работа у почтальонов Объединять людей даже из разных стран Это точно Люди могут разговаривать на разных языках А посылка или письмо все равно к ним придет Кстати, а вы знали, что во многих языках Слово «мама» тоже начинается на букву «м» И всегда звучит красиво и нежно Как в белорусском, например «Матуля» Ну да, к примеру, на английском будет «мавве» На болгарском «майка» На венгерском «аня» А на испанском «мадре» И, кстати, у всех людей, которые знают этот язык 12 октября свой праздник День испанского языка Поэтому факты сегодня будут О его родине, теплой Испании Своё название Испания получила от выражения «ишпанем» И переводится как «берег кроликов» Испания – очень солнечная страна В год здесь бывает около 280 ясных дней Испанцы первыми попробовали помидоры на вкус В других европейских странах Томат долгое время считался ядовитым растением И использовался только для украшения Поэтому сейчас любознательные испанцы Каждый год проводят томатный фестиваль Во время которого люди забрасывают друг друга Спелыми помидорами В традиционной испанской кухне Есть очень популярное блюдо – тортилья Это такая лепёшка из картофеля И в этом белорусы очень похожи на испанцев А ещё в Испании есть традиция Иметь сразу две фамилии Одна по отцу, другая по матери Знают все и фамилию известнейшего испанского архитектора Антонио Гауди Например, он придумал необычный дом В котором нет прямых линий И, наконец, мой самый любимый факт Практически каждый день Примерно с 14 до 16 часов У испанцев наступает сиеста Послеобеденное время для отдыха В эти часы не работают даже магазины А теперь пора проверить Чем в это время заняты наши витевские ведущие Или у них тоже сиеста Нет, вы что? Какой отдых? Рабочий и съёмочный день у нас с Соней В самом разгаре И у работников почты тоже А чем вы занимаетесь в почтовом отделении? Я работаю почтальоном Уже 30 лет на этом почтовом отделении Когда приходит почта Мы её сортируем Письма, газеты, расписываем Какой ящик почтовый по адресу, по какому Газету надо вбросить Потом выходим на маршрут Мой участок приблизительно где-то больше 12 километров Где-то 2500 квартир на нём Больше 20 домов Есть у современных витебских почтальонов И мобильный помощник Специальный компьютер, которому Позавидовал бы даже почтальон Печкин из Простоквашина Вот такой у нас АПК Мобильный почтальон Такой маленький компьютер Включаем Вводим пин-код Выдаём письма заказные Пенсию по нему И услуги Вот, почтовое отправление, например, в водоём А ещё он помогает почтальону Прямо на месте оформить подписку На любую газету Или детский журнал А сколько вы писем разносите за день? Ну, много писем Конечно, праздничные дни больше 8 марта, Новый год, День матери Тогда, конечно, много поздравлений и писем А так тоже, ну, больше ста Это, если простых, даже и больше Газеты тоже каждый день по-разному Потому что газета выходит одна раз в неделю Другая каждый день Все газеты и письма Привозят на почту на машине А дальше почтальоны их раскладывают По отдельным полкам Журналы к журналам Извещения к извещениям И только потом Можно отправляться по маршруту К нужным почтовым ящикам Вот и наше письмо Тоже пройдёт такой путь А ещё нам рассказали Что почта нужна не только для людей Но и для целых организаций и фирм А что такое бизнес-почта? Бизнес-почта Это такой объект, где обслуживаются Только юридические лица То есть к нам приходят организации Иногда, чтобы отправить какое-то послание клиентам Даже не обязательно приходить в само здание Курьер забирает у них отправление Привозят к нам на обработку И специалистами бизнес-почты Происходит обработка почтовых отправлений И направление по адресам их получателям Курьеры не только забирают отправление Но также и доставляют, если что-то приходит в адрес организации Как отправлять письмо в конверте? Мы уже знаем Но как переслать друг другу какие-то большие предметы? Ведь их в обычный почтовый ящик не забросишь Тогда это уже целая посылка получается Перед тем, как отправить посылку Мы должны подобрать упаковку ей Что вы будете отправлять? Сегодня у нас сладкий подарок для бабушки Как раз к празднику Я думаю, подойдет вот такая коробка Перед тем, как упаковать Мы должны проверить, чтобы там ничего не было запрещенного Теперь на очереди упаковка отправления Если предмет хрупкий, то для него еще можно подобрать специальную защитную пленку Дальше все аккуратно складываем Закрываем крышку и заклеиваем скотчем Перед тем, как упаковать посылочку, нужно заполнить адресный ярлык В котором вы должны указать фамилия, имя, отчество, адрес, индекс, город и контактный номер получателя А, это мы уже умеем! И все зрители компота теперь тоже! Далее мы проверяем заполнение адресного ярлыка И наклеиваем на почтовое отправление И отправляем посылку для дальнейшей обработки Но перед тем, как отправить посылку, ее обязательно взвешивают Это нужно, во-первых, для того, чтобы знать, сколько отправитель должен заплатить за пересылку А во-вторых, чтобы понять, сколько таких посылок можно погрузить в одну почтовую машину А еще на каждое отправление помещают стикер со штрих-кодом Он помогает клиентам на специальном сайте узнать, где же путешествует посылка Далее мы заделываем ее в мешок для дальнейшей пересылки Завязываем сверху узелок и прикрепляем бирку А теперь остается только пожелать нашей и другим посылкам в этом мешочке счастливого пути Через бизнес-почту можно отправить самые разные посылки Клиенты отправляют даже лодки, автомобильные бамперы, пчел и деревья До таких почтовых отправлений нам с Соней, конечно, еще далеко Но вот проверить, получили ли ребята наше овощное послание, думаю, уже можно Вот такой почтовый компот сегодня получился Надеемся, вам было весело и интересно Находите наше видео на ютуб и пишите письма, точнее, комментарии Встретимся уже в следующее воскресенье А куда мы отправимся, вам подскажет календарь Мамы, мы вас любим! Встань со мною рядом, добрый друг мой, музыкант Снова мы вместе Снова мы вместе Звитя ждет и ты ему дарить, как прежде рад Новые песни Новые песни Забывая про усталость, боль, заботы и печаль Не разбили мы мечту, а сто причин Словно истина одна нас берегла в своих лучах Ведь прекрасней, если музыка звучит Океанами добра и надежды звездов пада Согревая нам сердца, как весенние лучи Если музыка звучит, то любовь и счастье рядом Мне прекрасней, если музыка звучит Вспомни, сколько нами света и крутых дорог Пройди нам вместе Пройди нам вместе Что бы ни случалось, в сердце ты всегда берег Добрые песни Добрые песни Про надежду и разлуку Про снега и про моря Как любовь рисует радуги в ночи Мы же стали мы друг к другу Ведь, наверное, не зря Ты прекрасней, если музыка звучит Океанами добра и надежды звездов пада Согревая нам сердца, как весенние лучи Если музыка звучит, то любовь и счастье рядом Мне прекрасней, если музыка звучит Океанами добра и надежды звездов пада Согревая нам сердца, как весенние лучи Если музыка звучит, то любовь и счастье рядом Мне прекрасней, если музыка звучит Океанами добра и надежды звездов пада Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok